Мы продолжаем разговор о Европе в 1815-1848 годах и переходим непосредственно к разговору про историю Франции в этот период. Французская история 1815-1848 достаточно логично делится на три этапа. На реставрацию, то есть правление Людовика XVIII, на белый террор, как иногда характеризуют правление его брата Карла X и, собственно говоря, июльскую монархию, установленную после июльской же революции 1830 года. Людовик XVIII, восстановленный на троне решением союзных государств в 1814 году, одним из первых своих решений дарует подданным Конституционную Хартию. О Хартии 1914 года имеет смысл говорить подробнее, поскольку, как уже неоднократно отмечалось, она стала одним из двух модельных конституционных актов, на которые ориентировались практически все сторонники конституционных реформ Европы первых трех десятилетий XIX века. Первым таким документом стала Кадисская Конституция Испании 1812 года, вторым Хартия 1914 года, о которой, собственно, речь. Различие между ними довольно серьезное, и если Кадисская Конституция 1812 года предполагала режим очень сильно ограниченной монархии, то Хартия 1914 года привлекала многих консервативных сторонников конституционных реформ тем, что оставляла очень сильную власть короля, но, тем не менее, вводила и гарантировала определенные конституционные права и свободы. Но давайте посмотрим подробнее. Сначала о хорошем. Вводился принцип неприкосновенности личности, свободы печати, свободы совести, свободы вероисповедания. При этом, правда, сохранялась ведущая роль римской католической церкви, но, тем не менее, французы были вольны исповедовать ту религию, которую хотели. Помимо этого, Конституционная Хартия закрепляла священную и неприкосновенную личность короля. Любое покушение на короля приравнивалось к святотатству. Король обладал законодательной инициативой всей полнотой исполнительной власти, правом назначать министров и снимать их с должностей, ответственность министров также была только перед королем. Плюс у короля было право вето на любое решение парламента и право распуска парламента просто по своему желанию. При этом можно обратить внимание и еще на одну вещь. Для избирателей устанавливался очень высокий имущественный ценз. Для тех, кто мог быть избранными, он был еще выше. То есть, как вы видите из цифры на слайде, по итогам Конституционной Хартии 2014 года, количество избирателей, то есть тех, кто имел право голосовать, приравнилось примерно к 0,3% от населения Франции, а количество тех, кто мог быть избранным, это и вовсе 0,04%. То есть, какие-то ничтожные доли, очень серьезное сужение избирательной базы, что, как вполне понятно, давало реальную власть в стране представителям финансовой аристократии и тогда еще представителям крупнейшей родовой знати, получившим обратно свои владения. По Парижскому миру 15-го года, как мы уже говорили, Франция выплачивает довольно серьезную компенсацию, то есть 700 миллионов. Это очень много. Плюс обязуются держать у себя союзные войска до 1818 года. Впрочем, часть войск была выведена раньше. Людовик проводил достаточно противоречивую линию правления. С одной стороны, священное право королевской власти, и повторюсь, вот это вот всецело возвышение короля, увеличение его права практически до абсолюта. С другой стороны, он понемногу-понемногу вводил новые свободы. В частности, в 1919 году отменяется цензура. При дворе формируется партия ультрароялистов, недовольных правлением Людовика XVIII, считающих меры, которые он понимает, половинчатыми и непригодными для настоящего короля. Во главе этой партии встает брат Людовика, граф Артуа, будущий король Франции Карл X. Поворотным моментом становится 1920 год, когда некий ремесленник убивает герцога Берийского, наследника престола. Как он потом пояснял, он желал уничтожить династию Бурбонов во Франции, чтобы она не правила большим. Результат был не совсем тот, на который он рассчитывал. Как реакция на убийство наследника престола, в 1921 году было сформировано правительство ультрароялистов, восстановлена цензура, введен надзор церкви за образованием, серьезнейшие меры были обращены против университетов, где был изменен учебный план. И в стране начался, собственно, белый террор. Почему белый? Белый был цветом королевской власти. В 1823 году 95 тысяч французских солдат по просьбе испанского короля Фернандо VII из дозволения Священного Союза 95 тысяч французских солдат переходят в Пиренеи и оккупируют практически Испанию. Их прозвали еще 100 тысяч сыновей святого Людовика. А в 1924 году Людовик умирает, и поскольку его наследник был убит, то его сын и наследник, то наследует ему его брат, граф Артуа, лидер ультрароялистов. Он принимает корону под именем Карла X. Правит с 1824 по 1830 год. Он получил прозвище король эмигрантов, как вы видите на слайде, за счет чего? Он посчитал меры по возвращению прежним владельцам их имений в том случае, если их не отдавали уже другим людям за службу, недостаточными. Собственно, он предпринимает усилия к возвращению во Францию тех самых эмигрантов, то есть представителей дворянства и клира, обижавших в свое время от революции или от Наполеона, и гарантирует им либо возвращение их имений, либо выплаты денежных компенсаций. На это отводится огромный фонд в один миллиард франков, что серьезно подрывает бюджет. Параллельно принимается закон о святотатстве, где среди прочего фигурирует как один из составов покушения на королевскую власть. И, собственно говоря, среди ордонанцев выходит еще один о распуске национальной гвардии Франции. В 1929 году ситуация накаляется до предела, поскольку к власти приходит, формируется правительство Жака де Полиньяка, идеолога Белого Террона, одного из самых ярких представителей ультрароэлистской мысли Франции. В 1930 году общество достигает точки кипения. Вначале марта король обращается к палате депутатов с ежегодным выступлением, отмечая в конце него, что если они будут и дальше ему мешать, то он будет принимать, он будет вынужден прибегнуть к непопулярным мерам. В ответ 18 марта королю подается ежегодный адрес палаты депутатов, в котором Карл X упрекается в нарушении Хартии 14-го года. То есть, здесь просто обратите внимание, упреки идут не в том, что Карл нарушает права и свободы, не в том, что он идет против, не знаю, идеалов справедливости или революции. Нет, он нарушает даже вот эту, на самом деле, предельно жесткую Хартию 14-го года. В ответ король приостанавливает действия палаты депутатов и издает указ в сходе в мае издает указ о распуске палаты депутатов и вне очередных выборах. Результаты Карла X совсем не порадовали, потому что с разгромным перевесом на выборах победили либералы. Реалистов в палате депутатов не осталось практически совсем. 26-го июля издается 4 указа и публикуются, собственно, 4 указа Карла X. Они еще известны как Ордонансы Полиньяка или Ордонансы Сен-Клу. Собственно, первый это указ о распуске палаты депутатов. Второй о назначении новых выборов. Третий о повышении, еще больше повышении избирательного ценза. Предельно сужающий уже круг тех, кто может избирать, и круг тех, кого могут избрать. И, наконец, отмена свободы печати. Это становится последней каплей. На следующий день после публикации этих указов на улице Парижа выходит вооруженная толпа. Начинаются три славных дня знаменитых. Июльская революция, в ходе которой режим Карла X будет свергнут, и 9 августа к присяге приведут нового короля Франции Луи Филиппа, орлеанского короля-гражданина. Начинается, собственно, последний период обсуждаемого промежутка, внутри обсуждаемого промежутка, период, известный, как июльская монархия. Луи Филипп, Луи Филипп I на троне из орлеанской династии, боковой ветви династии Бурбонов, станет последним королем Франции. После его свержения в 1948 году королей во Франции больше не будет вплоть до сегодняшнего дня. Едва вступив на трон, Луи Филипп издает новую конституционную хартию, значительно смягчающую условия хартии 1914 года. Во-первых, отмечается, что король правит по приглашению французского народа, а не по божественному праву. То есть, здесь на первое место выходит воля народа, соответственно, воля французов, и сам Луи Филипп называет себя уже не королем Франции, а королем французов. король лишается законодательной инициативы, он лишается права вета на законы, принятые парламентом. Да, ему оставляют полностью исполнительную власть, при этом католицизм окончательно перестает быть государственной религией, ну и проводится еще ряд преобразований, из этого я отмечу, что число избирателей увеличивается примерно вдвое по сравнению с хартией 2014 года. То есть, по-прежнему у власти остается финансовая аристократия. Вы помните, если круг избирателей по хартии 2014 года был примерно 0,34% от населения Франции, ну теперь он стал 0,7%. По-прежнему менее 1% населения имеет право голосовать на выборах. Параллельно с описываемыми событиями во Франции происходит промышленная революция. Массово заменяется ручной труд машинным, развивается фабричное и заводское производство, что приводит к возникновению ряда конфликтов, в частности известное восстание леонских рабочих до 31 года и дальше. Растут города и растет их население, развивается транспортное и коммуникационные сети. Это прекрасно описано, если мы берем художественную литературу, это прекрасно даже не описано, а обыграно в графе Монте-Кристо Александра Дюма. В политической жизни июльской монархии все становится совсем не безоблачно. Среди либералов начинается раскол, образуются как минимум две либеральных партии. Партия сопротивления, это правительственная партия, которая считает, что все нужные преобразования уже сделаны и нужна сильная королевская власть. Оппозиционная это партия движения. Усиливаются консервативные фракции, а здесь соответственно есть бонапартисты, это сторонники племянника Наполеона Бонапарта, будущего Наполеона Третьего, и легитимисты, это сторонники свергнутых бурбонов. Развиваются республиканские партии, формирующиеся вокруг двух крупных газет, политические демократы и социальные демократы. Плюс к этому тайные общества, социалисты, анархисты, развитие коммунистических идей нарастающие. То есть в политической жизни Франции наблюдается почти постоянный разброд и шатание. Луи Филипп не стремится соответствовать изданной им же конституционной хартии и совершенно не стремится передавать реальную власть в руки французского народа. В частности запрещаются политические манифестации, политические собрания, что собственно приводит при нарастающем недовольстве правлением короля груши, как его обзывали, издеваясь, что приводит к появлению такого феномена, как банкетные кампании. Банкеты организовывать было не запрещено, но в качестве тостов на них произносились политические лозунги. Во внешней политике этого периода можно отметить то, что к 1847 году наконец заканчивается покорение Алжира, война длившаяся много лет приходит к своему завершению и укрепившись в Алжире Франция начинает расширять свое присутствие в Африке берег Слоновой Кости собственно Код Дивуарда Гана еще ряд регионов где французы создают свои колонии. Однако внешнеполитические весьма скромные надо сказать успехи оказываются не способны удовлетворить общество утихомирить его дать ему какое-то жирчаемое успокоение и в 1848 году происходит революция в ходе которой Луи Филипп оказывается свергнут и во Франции устанавливается режим второй республики. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова